Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Уважаемые коллеги, сегодня мы стали свидетелями печальной страницы в истории Генеральной Ассамблеи ООН. Ряд делегаций под предводительством Германии решили злоупотребить полномочиями Генеральной Ассамблеи и под видом резолюции об учреждении памятного дня принять политическую декларацию, целью которой являются, несмотря на заявление инициаторов об обратном, демонизация одного из народов бывшей Югославии, подрыв Дейтинского мирного соглашения и утвердивший его резолюции Совета безопасности ООН 1031. Неудивительно, что принятое голосование в неконсенсусной резолюции не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтинга, но даже не упоминает его. Принята эта неконсенсусная резолюция совсем не с тем счетом, на который рассчитывали организаторы. Посмотрите на цифры. Не поддержало эту резолюцию большее количество членов ООН, чем те, кто ее поддержал. Среди инициаторов проекта постоянный представитель Боснии и Герцеговины, который в этом вопросе действовал с превышением своих полномочий. Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, которая является частью Дейтинского соглашения, внесение принятой сегодня резолюции должно было быть одобрено всеми членами Президиума этой страны. Видим в этом еще одно подтверждение последовательной линии части боснийских элит и их западных менторов на подрыв роли Президиума как высшего выразителя консенсусной позиции многонационального боснийско-герцеговинского общества по ключевым для государства вопросам. Напомним, что система баланса интересов трех государств, образующих народов и двух интитетов является сердцем Дейтинского мирного соглашения, положившего конец кровавой гражданской войне в Югославии. Авторы инициативы изначально вводили членов Ассамблеи в заблуждение. Они провозглашали, что резолюция ведет к примирению, и при этом скрывали, что в ней отсутствует главный элемент – согласие всех народов и интитетов страны. Даже сам факт внесения проекта и его обсуждения привел к росту напряженности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом. Подтверждением тому являются многотысячные демонстрации в бане Луки, письма и выступления сербского члена Президиума БИК Жельки Цвиянович и представителей Сербии на заседаниях Совета Безопасности ООН 30 апреля и 15 мая. О том, что обсуждаемый сегодня вопрос имеет непосредственное юридическое измерение, говорит и сделанное 22 мая Народной искупщиной Республики Сербской заявление. Хотели бы обратить внимание на абсолютную неуместность проводимых параллелей с резолюцией по геноциду в Руанде и сегодняшним решением по Сребренице. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи по Руанде перед рассмотрением Генассамблеи был согласован внутри страны, затем в региональной группе, а в Союзе. В случае с данной резолюцией мы и близко не увидели хоть какой-то попытки согласовать общие подходы. Вместо этого вышеупомянутая группа друзей подготовила и выставила на всеобщее обозрение проект в качестве готового продукта по принципу «take it or leave it», прикрывшись парой раундов формальных консультаций. Все призывы представителей ответственных членов ООН, включая Россию и Сербию, вернуть вопрос о дне памяти жертв боснийской войны на национальный уровень для его обсуждения всеми тремя государства, образующими народами БИК, а также добиться единой позиции в регионе, были отвергнуты. Зато в списке соавторов фигурируют Германия, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Италия, Лихтенштейн и даже Новая Зеландия. К соавторам не постеснялись примкнуть даже Нидерланды, чей так называемый миротворческий батальон сыграл позорную роль в трагедии Сребреницы в 1995 году. Очевидно одно, инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы. А тогда погибло 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только башняков, но и сербов и хорватов можно припомнить немало. Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу мировой безопасности в стране и регионе в целом. Все это цинично и лицемерно. Однако, что еще более удивительно, главным спонсором данной резолюции решила выступить Германия. Страна, которая в 20 веке разожгла две мировые войны, уничтожила в концлагерях миллионы людей, несет ответственность за массовые преступления в Африке и принимала самое активное участие в развале Югославии и бомбардировках Сараева в 1995 году, теперь пытается с трибуны Генеральной Ассамблеи поучать остальных о важности национального примирения. Убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений. Напомним, что сама ООН, в залах которой мы находимся сегодня, была создана из-за преступлений нацистской Германии с целью предотвратить подобные преступления против человечности раз и навсегда. Хотели бы также отметить, что своим шагом авторы проекта ликвидировали своего рода статус-кво, державшийся на резолюции Генеральной Ассамблеи 69.323 о провозглашении 9 декабря международным днем всех геноцидов и открыли ящик Пандоры. Напомним, что решение Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде и других преступлениях нацистской Германии в отношении народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов принято не было. А эти преступления нацистского режима внесли жизни 27 миллионов советских граждан. Пострадали многие европейские народы, в том числе очень тяжело сербы. Мы это не забыли и не забудем. Никто не забыт и ничто не забыт. Господин председатель, мы не можем обойти стороной заявление ряда делегаций о важности соблюдения решения Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного суда ООН. МТБЮ и его преемник, остаточный механизм, которые были созданы для обеспечения беспристрастного правосудия, эту задачу полностью провалили. Их предвзятые и политизированные решения ничуть не способствовали устойчивому примирению на Валканах. МТБЮ и остаточный механизм лишь поспособствовали углублению разногласий на Балканах. Ответственность за события 90-х годов они возложили почти исключительно на сербов, проигнорировав многочисленные преступления остальных сторон конфликта. В результате голоса сербских жертв так и не были услышаны. Никакой справедливости они не добились. Для МТБЮ и механизма сербских жертв преступлений как будто и вовсе не существовало. Настоящее правосудие так не работает. Не говоря уже о том, что доказательная база МТБЮ строилась во многом на спорных юридических концепциях, изобретенных самим же трибуналом. Его решения насчитывают тысячи страниц, но субъективная составляющая состава преступления и геноцида была выведена из пересказа свидетелям содержания одного телефонного звонка, причем только с одной стороны провода. Международный суд ООН не стал даваться в детали, просто принял на веру все выводы МТБЮ. В своих особых мнениях к решению от 26 февраля 2007 года ряд судей прямо указал на это. Господин председатель, мы неоднократно слышали, что представленная резолюция всего лишь должна закрыть пробел, подтвердить решение международных судов и содействовать долгосрочному национальному примирению. Однако горькая ирония заключается в том, что сегодняшнее голосование наглядно показало, насколько разделено мировое сообщество как по Сребренице, так и по вышеупомянутым решениям. Принятие этой резолюции – это первая победа для ее инициаторов. Чего они добились? Если авторы ставили цель у Роскологии на ассамблею, о чем мы их предупреждали заранее, то это им блестяще удалось. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании под видео.